что мы начали в классе, или по аналогии с тем, что мы делали в классе, мы делали в классе. Почему это нужно? Как говорится, больше повторений, и больше лучше. Соответственно, как будет протекать у вас экзамен или зачет? Не знаю. Не знаю. Не знаю. Со шесть лет другого ответа я не слышал. Ну, не важно. Шестограмминг экзамена, значит, будет экзамен, допуск после сдачи домашних заданий. Если зачет, то просто домашние задания. Если домашние задания приносятся в последний день, значит, это превращается в дикую голову зубов. Потому что я буду принимать только по три домашних задания, их там что-то 20, а то и больше. Соответственно, вы будете ездить сюда очень долго. По этому сразу вызывают эти маленькие безубидные задания делать, каждому следующее занятие. Загадание проверено, что ничего хорошего не получается, если затягиваете. То есть вы, с одной стороны, себя нагружаете, вы, с одной стороны, меня нагружаете, а главное, вы нарушаете, скоро нечего пришли, так сказать, у университета, и вы начали научиться нарушать процесс изучения. На самом деле, вы ведите себя. Да, да? Чтобы больше этого вопроса, у меня не будет, так сказать, не возвращаться. Значит, да, поехали. Глава первая. Введение. Продолжение следует. Введение. Введение. Вважение представляет собой теоретическую базу. физическую базу алгоритма в численные методы расчета используемые предыдущие обращения а огромные структуры огромные структуры в кристаллической твердости очень глубоко у нас копнуть не получится мы познакомимся именно с базой основные предоставления основные средства которые будут использоваться для анализа зоны структуры какие-то алгоритмы, которые будут использоваться в больших программах частично, зацепно, может быть, где-то численные методы на всяком случае поговорим о том, какие методы численные методы используются так, ключевые понятия у нас как вы видите, это кристаллическое твердое тело это электронное структура ну, давайте наши длится кристаллическая твердое тело Кристаллическая твердое тело и деконденсированное состояние в дис красивым десторожным в related состоянии из комбинезированного состояния это идеализированный идеализированный гранатический лифт в котором атомы расположены за комбинезом то есть нет дефектов различной природы в смысле его вилки в котором отсутствуют границы в котором отсутствуют границы но границу мы тоже можем рассматривать в каком-то смысле как дефект потому что были атомы как-то упорядочены стоят потом у вас придется порядок сломан плюс граничный эффект ну давайте сколько угодно будет грамотно зачем вам нужен такой математический объект с точки зрения вот так сформулировать где он у нас происходит вообще какие мысли так главное для нас в каком-то смысле здесь вот это вот так сказать размерное расположение атомов да упорядоченное и отсутствие границ значит что у вас кристалл просто бесконечный получается да модель бесконечного кристалла так зачем нам это надо для того чтобы перейти в обратное пространство это вам должен быть адекватно как физики для четвертого тела потому что чтобы перейти в обратное пространство нам как раз необходим бесконечный идеальный кристалл чтобы адекватно выполнить соответствующее проявление вызова и тогда все свойства кристалла полную труда и будет описываться разрешенными излучениями одного вектора разрешенными излучениями энергии откуда с первой зоны крюлья понятно да теперь тронная структура все-таки замечание курс построен таким образом что он как бы ну и так старался объединить разные вещи из разных мест да немножко там из линейной алгебры немножко из геометрии значит матанализ функции комплексного переменного мета да значит это как собрано квантовая механика физико-твердого тела кристаллография теория круг то что вам читали корызни на самом деле из этого получается так сказать один из наиболее важных теоретических методов которые используются в современных исследованиях причем всеместо и вообще много где и если у вас значит что курс у вас вы сразу же начинаете судорожно искать ответ и ответ говорить понятно если в ответ не доходите это распространство итак электронная структура кристалл другими словами да дисперсия дисперсия или дисперсии да электронное состояние электронная структура кристалл да электронная структура кристалл дисперсия электронных электронов, которая называется ERNK, которая есть в зависимости от энергии. От зоны новоинтекса и волнового объекта. Откуда пришло понятие дисперсия? – Из электротеки деймена? – Куда? – Электротеки деймена. – Ну, ещё раньше. Оптика. Правильно. Оптика. Ну, или атомнофизика, скажем так. Мы видали зависимость нырки от частоты, зависимость каких-то параметров от частоты, коэффициентов углубления от частоты, еще чего-нибудь от частоты. Вот оттуда слово «дисперсия», оно, как говорится, и сюда бы не кочевал. Вот такие вот штуки. То есть для нас это будет основная искомая величина, которую мы должны будем, так сказать, в результате расчета получить, тем самым пишем с вами электронное состояние поведения электронов в кристалле. Как вы знаете из статфизики, как только вы знаете уровень возбуждения, так сказать, системы, да, вот эти, ЕНК, да, сразу можете построить статсумму, соответственно, вы можете построить много чего характеризующего, так сказать, с тримодинамической точки зрения кристалл. Таким образом, вот этот набор методов по счету электронных структур, он позволяет находить вот эту вот дисперсию электронных состояний. в плане, в плане, в плане. Парага, в плане. В плане. Откуда вообще всё взялось? Вот так просто основные, некоторые основные даты и открытия. Коли мы говорим об электронах, Джозер Джон Томпсон открыл электрон. Дальше, что для нас, в общем, будут некие причины к шагам, для нас окажется конечный итоги важен. 1897 год. Приложил политарную модель АКО. А что такое планетарная модель АКО? Школьная физика. Когда предполагаешь электрону… Ну что, электрон движется как по орбите, как по аналогии Солнечной системы? Главное в этом было достижение понять, что ядро, на самом деле, очень маленькое. А электрон достаточно далеко от него движется. Ну, действительно, в каком смысле похож на Солнечную систему. Потому что до этого было представление, как будто атом – это некий такой шарик положительного заряда, в котором допихали электроны, называемый модель Пудинг. Вот она получила подтверждение экспериментально. Для нас важно, что есть атом, и электроны положительно заряжены, но очень маленькие. Есть электроны, которые, значит, вокруг него как-то движутся. Причем, как раз это движение, или законное движение электронов, как раз, он был исполняет динесу убору, да? Он был исполняет динесу убору. Он предложил гипотезу о квантовании… В этом моменте уже кое-что про квантово было, так сказать, известно. Планк уже обнаружил квантер в том, что я подтвердил линча квантера. Ну вот оказалось, что минимальным значением может обладать не только млн, но и млн. Так, значит, дальше понимание движения электронов связано с Шренингером. Ну, независимо от него мы напишем, как сказать, через запятую Гайзенберг. Они предложили, соответственно, волновую, волновая, маточная, формулировка квантовой механики. Матричная, формулировка квантовой механики. Матричная, формулировка квантовой механики. Заставь на метро. По спине метро. По спине метро. Собственный момент обращения электрора. Ну, не так вот, да, практически, да. На самом деле, там указалось, что все несколько сложнее. Ну, что-то такое, можно сказать, да. Значит, это очень важный момент тоже был. 23-й год. Сибирьбовик защитил свое кандидатство. Диссертация, в которой предложил карпусулярный голодовой глорит. То есть, когда он послал эту работу Эйнштейну, Эйнштейн сказал, что она достаточно сумасшедшая, чтобы быть правдой. Он не так, конечно, представляет. То есть, фактически это карпусулярно. Ну, тут золотой верх, что называется, лановой механики. Вкрытие очень плотное. Я тут еще бесконечное количество их выпустил. Ну, тем не менее. Поскольку мы, опять же, работаем с электронами, да. В принципе, это Пауэрри было предложено, да. В принципе, это Пауэрри в 25-м году. Где же в 25-м году? У нас уже будут спины, еще и то, и прочее. Появили правила Хунда, да. Были стабилированы. Правила Хунда. Правила Хунда нам о чем говорят? По-моему, разрешенные термы. Ну, примерно. Самое простое, так сказать, начало. Заполнение электродных оболочек. Да, то есть, это некое правило заполнения электродных оболочек. То есть, оно заполняется таким образом, чтобы спин был всегда максимально. Ну, а дальше там уже из этого следуют, могут быть такие, другие, 50-ые варианты, да. Ну, давайте напишем просто. Мы этого не будем касаться. У них бег в госты. Значит, это открытие. Открытие спиногенитального взаимодействия, да. Открытие спиногенитального взаимодействия. Значит, 1527 год. 1527 год. И вот этот взаимодействие будет, как бы, плотно достаточно приглашенным. С одной стороны. Учителя в Лондон мы предложили модель формирования молекул, да, практически, да, на «Дарья Лондон». Более положили психиатическое. Соответственность специальности, видности молекулы водорода. Они предположили, что существует некое увеличение отрицательной зарядовой плотности между двумя протонами, которое, собственно, от электростатического протяжения удерживает молекулы водорода стабильно. Тем самым они заложили то, что дальше называется теория химической связи. То есть это то, что сейчас используется в квантовой химии, где они изучают, называют микроскопическую природу молекулы. Недавно выделилась еще очень интересная область. Называется софтметр. Есть конденсметр. Кристалл, да, есть софтметр. Софтметр, грубо говоря, это все, скажем так, вещи типа шампуня. Шампуня, майонеза, всяких и так далее. Вот задача, например, решается, как сделать такую взвесь, чтобы шампунь на дуле оседался, или еще какой-то так. Такое не кристалл и не молекулы, а такая, конечно, промежуточная. В настоящий момент достаточно бурный рост испытывает эту область. Так. Значит, еще 1727 год. 42. 42. 41. Собственно, он ввел концепцию электрозных зона. Концепция электродных зон. Концепция электродных зон. А... Ну, его же именем теперь называется Это делокализованные электроны в кристалле, их, собственно, функция – это называется блоковская функция, также есть теорема блоков. Да? Терема блоков. Которое нам говорит о чем? Терема плохо нам говорит? А, видимо, она у вас нет слов. Да. Там предполагается электронная функция, а сама Терема о чем-то? Там предполагается волновая функция, то мы к этому вернемся в виде некой гибающей, помноженную на плоскую волну. А теорема говорит о том, что при сдвиге или период решетки или при любом сдвиге волновой функции вас выдвигает всего лишь фазовый движок. Что, в принципе, достаточно важно. Так, теперь пошло насыщенный, 28-й год, да. 28-й год. Может, дырок? Вот, дырок. Это синтетричная волновая функция электрона. Приколожу, что электрона должен обладать антисинтетричной волновой функцией. Продолжение следует... 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 из которых стало понятно, что должно быть. Движущиеся заряды должны быть. Стали искать экспериментально, нашли. В частности, Эймстейн, из изровлений баксового поля абсолютно без скорости света. Это осознание, из чего родилась вся теория относительности и специальность, и общая так. Ну и, так сказать, вот все эти посылки как-то сложились. Ну и где-то вот на уровне тридцатого, 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 второго годов, там, в общем, в каком-то смысле, элементальная группа, так сказать, в высоком, в очень высоком смысле, закончилась. И дальше сейчас мы увидим, что пошел такой ген в практику, как из этого всего что-то вообще получить. Часто говорят, что это ингументальная наука. На самом деле мы продолжаем заниматься ингументальной наукой, мы ищем новые знания, там, где их не было, но мы не открываем принципиально новых законов природы. Прям. Тащимся, да. Мы добавляем знаний, которых не было, причем там, где их не очень нормальный человек искать не будет, будут искать только какие-то, значит, пьетые ученые, так. А человек, занимающийся практическим каким-то приложением, он не будет это все искать. В этом смысле это фундаментальная наука. Значит, итак, Виктор и Зейц. Виктор и Зейц. Виктор и Зейц. Вот они предложили, предложили, выделились, выделились кристалле. Кристалле. Некий минимальный объем. некий минимальный объем, а вот обладающий, да? Обладающий, мы предложили способ, да? Мы предложили способ, мы предоставили некий минимальный объем, обладающий симметрией кристалла, обладающий симметрией кристалла, которые, значит, если объем при трансляции, трансляция всех возможных, трансляция, да? Пространство может заполнить, да? Здесь объем при трансляции. Здесь объем при трансляции. Здесь объем при трансляции. Как строится ячейка в лимитрозайце? Мы смотрим на элементарную, ну как это, на примитивную ячейку, убедяем, уделяем центр какой-то в ней. Ну, то есть как там? Как там делать? На середине выбрать какой-то центр, потом надо до следующего атома построить прямую, на середине поставить точку и через все ближайшие системы привести в лимитр. Правильно. Вот такой же какой-то алгоритм. Действительно, соединяем, так сказать, соединение атома. Но если у нас структура, так сказать, без базисов, то есть у нас базис 2, атома чуть сложнее, там сидим надо выбить ячейку и, так сказать, потом провести. Но, по сути, именно такая. Просто такая возникает, значит, ячейки в лимитрозайцы. Значит, раз уж мы разговаривали об обратном пространстве, какое оно в ячейке и в лимитрозайце. Это что называется первая зона живления. Так, первая зона живления. Так, ну вот уже более-менее начинается, так сказать, здесь четвертый под. Значит, четвертый под свой. Великий американский. Включеный. Сейчас слайд так. Время я не знаю, как транскрипцию сделать, с кибочек и слайдом. Вот сейчас, сентябрьная структура натрия. Еще. Посчитать электронную структуру трудяが богатый Catalonia. Así, просчитать электронную структуру оно где окружена. Аэлектронная структура умаза. Тонная тупа алмаза. И седьмой год Тоже слэта предложил метод присоединенных плоских ом. Присоединенных плоских ом. Присоединенных плоских ом. Русские сокращения в лотовое сочинение стиле. По-английски это будет метод. В лотовое сочинение стиле. Метод в лотовое сочинение стиле. Сочинение стиле. Метод в лотовое сочинение стиле. По-английски это будет метод в лотовое сочинение стиле. Для построения линейной комбинации, наверное, из них уже описывание козера, состояние системы. Правильно, потому что мы не знаем с вами новую функцию точно, мы можем ее искать в кофе некого разложения цели линейной комбинации, где вопросом поиска будут коэффициенты этого разложения, правильно? Соответственно, вот это один из способов, наиболее, так сказать. Сейчас он в силу тяжести своих просто расчетных продуктистик не был востребован тогда, а сейчас, когда машины стали очень мощными, он стал просто настольным методом, буквально в последние 5-7 лет. До этого это был очень-очень тяжелый метод расчета. Значит, ну вот пошли дальше, соответственно, методические уже, если там фундаментальные были поиски, сейчас пошли методические поиски. Значит, Хелинг, метод псевдопотенциата, метод псевдопотенциал. Идея простая, значит, у нас волновая функция, ну это не волновая функция. Потенциал в кристалле, он выглядит следующим образом, значит. В общем, как-то там уменьшается, да, за каким-то, так сказать, за какой-то областью. А где там, приближаясь как бы к нулю, он достаточно сильно начинает исцелировать. Ну вот, метод псевдопотенциала заключается в том, чтобы заменить вот этот потенциал некой константой, да, сшить, сшить ее с точным хвостом, и вот такой вот, так сказать, потенциал подставлять уже соответствующую логику. Это очень сильно экономит время, и из этого родилось достаточно мощное направление, а именно то, что называется молекулярная динамика. Ну, под словом молекулярная динамика здесь понимается, что? Берем кристалл, да, дальше мы с ним что-то делаем. Например, греем. Понятно, что атомы начинают двигаться на потенциале, да, относительно положения, там, миллионное относительное положение своего равновесия. Вопрос, значит, как посмотреть там, да, или жмем кристалл. Либо мы внедрили в идеальную структуру какой-то, значит, инородный объект, либо достали атом, либо чужого типа атома, так сказать, другого слота, доставили, посмотреть, что вокруг произойдет, да. Ну, вот эти вот вещи. Они где-то годов, годов-годов, ну, шестидесятых, наверное, достаточно активно использовались именно, поскольку все эти потенциалы, где-то еще. И вообще этот метод очень активно использовался, потому что он был очень легкий технический. Но, правда, проблема подбора этого потенциала была достаточно, достаточно сложной. На спину с дэчилами он тоже успеет, в общем, не очень понятно. Ну, не очень понятно, как обрисовать этот выбор. Играет с руками. Чего, соответственно, и многие не любят. Следующий момент. У вас был достаточно шаг, который мы должны здесь отметить. Где-то, ну, 1953 года. О, где-то 1900, ну, наверное, 80. Вот так скажем. Развитие теории однородного электронного газа. развитие теории народного электронного газа, если вы слышали, сюда относится модель Желе, электронный газ на фоне в неком положительном фоне для электронейтральности задачи. Это пошло с работ Герман Братнер и Пайнц, потом Синьки Тоси и Георгий Луквист и так далее. Здесь просто хочу отметить, что такая очень важная отрасль развилась. Ну и закончилась она в 1980 году. В каком-то смысле закончилась она, конечно, бесконечно, в каком-то смысле. Просто потому, что Цеперли и Алгор посчитали плотность подородного электронного газа в числях. До этого предпринимали всевозможные попытки писать это аналитически. В каком-то смысле, да, но выяснилось, что в некотором режиме водительку навести не удается. А товарищи, значит, Цеперли и Алгор, они при помощи компьютера посчитали численно, так сказать, зависимость, ну, говоря, энергии народного электронного газа от функции его плотности. Прошли по всем плотностям, в то время как аналитические методы работают либо с малыми плотностями, либо с большими. Ну, кстати, по вопросу, большие плотности, оказалось, очень прекрасно работают, скажем, в звёздных всех делах. Да, какие-то нейтринные звёзды, адская плотность, и там все эти аналитические формулы прекрасно работают. А малые плотности, наоборот, это, так сказать, плазма. Да, разреженная плазма, малая плотность, тоже всё прекрасно работает. Так, шестой нашел по Игоря Минилева. Значит, да. Ну, вот ещё один главный метод, который здесь необходимо. Это будет 75-й год. Мы предложили метод для реализованных маркетинговых металей. Это есть метод, который ещё способ выбор обазиса. Его прелесть была в том, что метод расчёта на новой структуры на нём построен, оказался очень быстро. Так, ну, или там, в общем, построили его в тыкве некой миликулярной динамики, там, Карла и Паринелла. Ну, в общем, оказалось, что метод преуспел совсем в другом. То есть миликулярная динамика из него получилась. И в это же время, как называют метод ККР, коринга, кора, стокера, конвируса, они чем-то перекликаются с философией для реализованных маркетинговых металей, да, или как они называются, ЛТРО. То есть это, грубо говоря, решение не дифференциального умения Шридингера, а интегрального умения Шридингера. То есть непонятно, что каждый дифференциальный умения может представить индегральный умения Шридингера, используя, так сказать, методы теории рассеи. Это для теории рассеи. И этот метод, он оказался в достаточно тяжелом счете, но тем не менее он нашел свое очень интересное проявление, связанное с расчетом эффектов, которые оказывают излучение на пристав. А именно, вот мы делаем рентгеновский, так сказать, рентгеновскую фотоэмиссию, так, мы бахнули туда квант рентгеновских перестал достаточно высокой энергии, значит, у нас там либо электрон вылетел оттуда, либо у нас электрон, так сказать, подбросился и упал, переизлучился какой-то квант, да, и вот этот процесс, он очень сложный на самом деле. То есть там, как бы, может электрон вылетать, и он вылетает из основных состояний, из валентных состояний, буквально под основные, там начинают какие-то дырки всплывать, вот этот вот процесс, он очень такой длина, длинный. Поскольку вот это основано всё на теории рассеяния, то вот эффекты такие, которые приводят, в общем-то, к изменению интенсивности спектра, да, по сравнению с идеальными условиями, вот они очень хорошо отписываются только, это никакая называемая одна ступенчатая рассеянница, ступенчатая рассеянница, да, ну, я так говорю, может быть, кто-то просто где-то будет этим заниматься, тогда поймите себя. Значит, и ещё один важный для нас момент, значит, это где-то 1963-1965 годы, значит, это у нас Холдберг, Холдберг Хон, Хон Шен, Хон Шен, значит, теория функционала электронной плотности, теория функционала электронной плотности, теория функционала электронной плотности, Ну, как он называется, density-functional-sale, density-functional-sale, ну, и сокращение dbt, тоже очень приятно сокращивать. В чем, так сказать, прелесть этого? Вот они показали, что возможно получить некую субботу, то есть они обосновали, она уже не использовала это, они обосновали возможность использования некой самосогласованной процедуры для расчета электронных состояний, с одной стороны. С другой стороны, они имеют такое понятие, как движение локальной микробной плотности. Движение локальной микробной плотности. Однако, в то времяj Движение локальной плотности, наверное, этого. Да. В принципе, вот, с этим просим. В тот раз состоит в том, что люди показали, что достаточно неплохо кристалл с очень неоднородной зарядной плотности выписываются подробными перерядками, локально, в каждой точке всегда выписываются. И, в общем, по большому счету, во всей этой науке такой окончательный как-то шаг, да, мы поставили, ну, это, в годах 70-80-х, да, 70-80-х, 70-80-х годов, да, объединили, так сказать, в концепции теоретической науковленности с внородным электронным газом. В таком смысле, что в внородном электронном газе удалось выразить, да, и получить некое соотношение для обмена коллекционной части, обмена коллекционной энергии, чего, в общем случае, сделать нельзя. Вот такая модель, достаточно сложная, в принципе, да, вот это удалось показать. Потом, значит, как я уже говорил, в 80-м году Центр-Леалда сделали численный расчет, это объединенные коллекционные меры и функции плотности уже, да. Ну и в итоге здесь где-то появилось, появился некий набор аналитических выражений для обмена коллекционной энергии при движении локальной электронной области, например, аналитические, теоретические выражения и выражения для обмена обмена в аналитических выражений и выражения на обмена и где-то с 1980-го по 1990-й были в связи с вот этим численным решением было построено еще огромное количество всевозможных видов этих обмена объединенных объединенных функционалов существует по последний определенные profesional Дальше еще более интересно, там уже не будем, мы в детеке прилезть. Теория функционала плотности разделилась на три ветки. Есть зоны расчетов, есть чисто математическая ветка, связанная с теорией функционала плотности, есть еще какая-то вещь в себе, не будет то, что каваляция по функциональной плотности, не очень понятно, куда двигаться. Но мы останемся все-таки в этой практически такой зоне. Давайте сделаем период. Час 15. Час 15. Нет, час 15. Нет, нет, нет. Нет. Нет, нет. 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 Нет, bacana. Возвращаем на трогу. Это или нет, или нет. Вот отношение к гиброли. Основная идея показана, что энергия и импульс, вещи, величины, которые характеризуют поведение частицы, оказываются в ликвандовой механике, могут быть характеризованы такими параметрами, как частота и волновой вектор. Которые не всегда характеризовались волны. Получаем, как-то стиллярный волновой вырезок. Давайте проиллюстрируем характеристики частицы. Частицы, характеристики волновой. Частицы, характеристики волновой. Ваши они, да? Ну например, если мы рассмотрим с вами свободную частицу, да? Тогда импульсируем какие-то что за параметр? Синерпец или потом частицы. Х квадрат, как правило, да? Могут ли то, да? То есть квадрат на дворе, да? Вот квадрат на дворе. Мы тем самым, мы сами получаем и отказываем. Да? Дисперсик. Таким образом. Дисперсик свободным электроном, если что иное, как параболу. Если что иное, как параболу, мы их нарисуем. Это важно достаточно. Дисперсик. Что можно сказать про Дисперсик? Что-нибудь можно сказать? Сильно зависит от парабола и это. Ну, сильно злабая? Удела такое. Как-то зависит. Ну, зависит-звисит от главной Дисперси. Главная особенность, она непрерывна. Да. Главная особенность заключается в том, что она непрерывна. Как говорится, инфинитное движение дает непрерывный спектр. У вас свободная частица бесконечно туда движется. Так. Не получается такой спектр. И изотропленный. Такой тоже момент, еще не изотропленный. Вопрос такой, ну не вопрос, а маленькое замечание. То есть часто очень. Ну вот где-то мы проведем уровень эфира. Здесь провели уровень эфира. Когда у нас все состояния, находящиеся здесь, это у нас будут заполненные состояния. И очень часто в самовеменной науке, вы можете это помнить еще и из-за физики, да? Какая-то парапола там во все места подставляется, куда положено. Где возникает спектр, как говорится, там вот свободные электроны, поехали. Ставили как квадрат и посчитали какие-то характеристики. Очень часто для более сложных спектров вблизи поверхности эфирмы заменяются параболой, да? Заменяются параболой. Или еще проще реализуются, да? Параболу можно реализовать. Ну вот будет какая-то там линейная функция по окрестности уровня эфира. Если вам надо чуть дальше от малой окрестности эфирмы отойти, то подбираются просто некие параболы. Ну как бы предполагать, что электроны почти свободны. Подбираются параболы, например, АХ квадрат плюс АХ плюс АХ плюс АХ квадрат плюс ВХ плюс С, да? Вот эти АВ и С подбираются. Ну и как-то, так сказать, некий вид создается, да? Так что они как-то там пересекаются туда-сюда. Это важный момент, который используется. Он используется на практике. И мы уверены в том, что у вас достаточно свободная частица. Электронные улицы достаточно, так сказать, свободны. И эти взаимодействия, по-своему. А вот это гармон. Давайте дальше. Параграф 4. Как вы понимаете, в углове изведения у нас страшные воспоминания. Старая песня главная, да? Секулярное уровень. Секулярное уровень. Секулярное уровень. Разложение управляются. Наверное, управляются. Представляете. Такая смесь. Секулярное уровень. Это что такое? Ну, это когда при матрице считают там. Ну, то есть как там. У нас есть матричное уровень. Ну, то есть как там. Матрица на вектор равно какому-то вектору. Это тоже по-английски. Да. Собственно. То есть нам нужно найти собственное значение. Это некий оператор линейный. Линейкий вектор. Или константа на тот же вектор. То есть это уравнение. Собственное. Собственное. То есть где есть какой-то линейный оператор. А некоторый вектор в столбе, да? Да. Да. Ну, заём его пока что под собственный вектор. Собственное вектор. Ага. Мало. Это собственное значение. Собственное значение. Соответствующее собственному вектору. Может быть много. Как вы понимаете. Собственное значение тоже много. Может быть много. Собственное значение было. Так. Вот эта штука. Ну, я уже упомянул что-то сказать. Вектор столбец. Значит. Это и recap. Это и уравнение на поиск собственного значения. Жена. Уравнение на поиск собственного значения. Значит. И это и огляд на следующем образе. Вот это уравнение. Блажаем. справа на вектор сопряженный вектор А и переносит все в его сторону. Таким образом, мы получаем А в точную матрицу. Вот здесь надо вспомнить, что это действительно столбец. То есть это служба АИ, служба АИ, служба АИ, служба АИ. Это будет коэффициентр положения. Таким образом, если мы вставляем вот это предложение сюда, мы получаем с вами систему объединенных уравнений на ЦАИТ и АИТ. Мы получаем саму систему объединенных уравнений на ЦАИТ. Относительно ЦАИТ. Систему объединенных уравнений относительно ЦАИТ. И из этого уже объединения, из этой системы объединенных уравнений, мы как ее начинаем решать? Ну, для, так сказать, объединенных уравнений на ЦАИТ. Как Вы говорили, это кандидат, кандидат, кандидат. По увеличению кандидата. По увеличению кандидата. Ну, фактически это условие разрешимости этой системы линейного упражнения. А реально это просто уравнение на аито соответствующее. На а, соответственно, а количество корней это уравнение будет соответствовать раму матрицы. Если у вас матрицы на 3 на 3, то у вас 3 собственные значения. Тогда надо 2, 2 собственные значения. Столы, 100, 2 собственные значения. Соответственно, получится уравнение абсолютного порядка. Понятно, да? Важный момент. Значит, что, так сказать, из оборудования следует еще определение маточного элемента оператора. Да. Маточный элемент оператора. Это просто оператор A, зажатый между соответствующими базисными функциями. Оператор A, зажатый между соответствующими базисными функциями. Как мы увидим дальше, вот эти вот аиты. Ну, то есть, здесь как-то так это все выглядит, как будто это, ну, такая концептуальная картинка. Это, да, на самом деле, идеолиты весьма сложный объект. Как я вам говорил, это могут быть, там, присоединенные плоские волны, там, это могут быть какие-то идеализованные массивные орбитали. Еще какие-то там варианты присутствуют, так сказать, в науке. Донализованные плоские волны и так далее. Это достаточно сложные объекты, где вам придется брать фактический интеграл, да, от оператора Гамильтона, да, зажатый между этим. Сложные объектами, когда с математикой там все нормально, достаточно, все там, все. Какое-то отношение имеет, собственно, к нам. А. Потому что мы, как раз, видим. Он разговоролет теперь. Основная задача Основная задача Кто-то Кто там? Как вы думаете, какая? Сказал бы, надо подождаться. Может, поиск боеса? Поиск боеса? Нет, базис обычно используют. Базис есть вспомогательный, как вы понимаете. Вы его какой-то придумали, и потом важны какие-то коэффициенты цепи. Чтобы полная функция системы правильно сложилась, важно получить коэффициент цепи. Поиск боеса, поиск боеса. Основная задача. Задача – это решение спацинарного сравнения жильяне. emptивно снижения социального сравнения жильяне. ício матери вам все получилось. ВСИ это полная лобновая функция системы, и ВСИ это полная энергия системы. ВСИ это полная энергия системы, да. Ну, как Вы видите, с предыдущих своих напоминаний Вы видите не что или иное как на задачу на собственное значение, а на собственное векторание. Чтобы решить предыдущу на собственное излечение собственного вектора, нам что необходимо? ВСИ это полная энергия системы. ВСИ это полная энергия системы. Мы хотим узнать, а что я вам видел. Это первый момент. Что он хотел? Мы в интерьерами еще думали, да? Копался обычно в интерьере. ВСИ это полная энергия системы. ВСИ это полная энергия системы. Получается, что нам нужно знать для того, чтобы узнать в интерьерном виде, то это то же самое, что знать потенциал яркого видения. Это один момент, а второй момент какой? ВСИ это полная энергия системы. — Батис сам какой-то хороший выбор. — Точно. — Необходимо задать батис, да? — Необходимо задать батис. — Почему я все время у вас прошу вздумываться и ответить, что если этого не делать, понимаете, вы будете просто ксерокопировать доступ и ответить совсем то, чего вы ожидают в процессе обучения. А когда вы немножко от этого относитесь, то есть те, что вы описаны, те, что вы знаете, тогда у вас есть шанс как-то все систематизировать именно за счет произведенной работы, да? Работа приводит к увеличению, то есть вы понизите тропину своего, как сказать, интеллектуального состояния. — Необходимо задать базу, да? — Потому что наша полная волновая функция на табуре — вот это вот. Разложенные они как раз по каким-то базиским функциям видите, да? — Необходимо задать базу, да? — Идем мы, давайте задать. — Откуда? — Значит, мы возьмем и базис, и финанса. — Базис можно в интернете скачать. — Забудим. Понятно. А потенциал? — Понятно. — Здесь надо включить, так сказать, физические соображения. Ну, сами что здесь вот? — Кристалл. — Кристалл. — Если у нас есть какие-то образы, то там нет любой решетки, например, есть абстрактный образ решетка. На непредимое. Как-то думать, что… Интересную книжку прочитал, Савриберда, и теории передовой линии теоретической физики там вообще нет никаких образов. Там выживают те, кто может полностью абстрактно мыслить. Ну, то есть, если для квантовой механики можно придумать углубательский образ. Такой атом, шарик какой-то. Нужно там абстрактно рисовать более продвинутый. Что тоже идет, что соответствует истине, на самом деле. Там вообще никакого образа нет совсем. Просто полная абстракция. Поверт мысли. Поток сознания. Или поток математики в новых случаях. Поэтому все книжки по современной физике, они не забилуют какие-то чудовищные формулы. Либо их не содержат вообще. Просто слова такие. Не важно. Поэтому, значит, нас здесь призвать именно внимание процесса. Так. Итак. Работа вниз кристалл. Кристалл состоит из ионов и электронов. Вот так, в большом шоке. Значит, чем характеризуется и кристалл, так сказать. Чем кристалл характеризуется? Ну, действительно, расположением ионов, ну, как говорите, решетками. Шетка – это просто некий геометрическое место положения ионов на кристалле. Так. Будьте абстрактный образ. Соответственно, положение ионов, в которые есть положительные заряды, да, оно и будет определять в каком-то смысле потенциал, да, задавательный потенциал. И вообще симметрию задачи задавания. Так. Как у нас его расположены, да, тоже. Какова симметрия кристалла? Или мне это соответствует симметрию кристалла? Значит, откуда мы, соответственно, берем эту информацию? Значит, необходимо, необходимо знать кристаллическую структуру. Кристаллическую структуру исследуемого твердого тела, да. Мы предполагаем, что это твердое тело – кристалл. Не анорфное, там, или еще какое-нибудь, психологическое, да. Ну, в смысле, вот того определения, которое я знал, с самого начала. Откуда это все берется? У нас даже алкоголь тоже, наверное, были такие. Значит, это, если только наука, кристаллография, да, и все, а кристаллы стоят. С одной стороны. Другой, если какая-то моментальная отрасль, укренгеновская дифракция и дифракция нейтрона. Укренгеновская дифракция. Как-то. Укренгеновская дифракция. Вот эти экспериментальные методы, да, то есть экспериментальные методы, дают нам понимание, как расположены ионы кристалли, каковы межитомные расследования, каковы, так сказать, пространственные атомы кристалли, как называется синегория, каково положение атома кристалли и какова точечная атома кристалли и так далее. То есть это мы получаем из эксперимента, да, из эксперимента. Ну ладно, это нам в каком-то смысле задаст часть потенциала. Часть потенциала, да. Потому что часть потенциала будет это электронно-электронное взаимодействие, да, часть потенциала электронно-ионная, часть ион-ионная. Ну, можно это взаимодействие с внешним какими-то полями, ну, не знаю, кристалл в электрическом поле. Кристалл в электрическом поле. Кристалл в электрическом поле. А с основными функциями что делать? У нас вообще будут какие электронные, так сказать, электронные таки рисовать. Итак, давайте скажем, какие электроны кристалли бывают, а какие из них определяют физическую, так сказать, электронную кристаллу? Ну, бывают свободные и локализованные. Ну, да, но они и все относятся к другому классу. Один на каком? Правильно. Вот здесь военные электроны, а вторые какие? Ну, в смысле, а столовые. Не знаю, почему-то принято говорить а столовые. Сейчас он закрязан и будет оставить. Либо остров. Это остров, а электроны от столовые. Загадки. Таким образом, мы должны выбрать вот эти фииты, которые бы характеризовали нам соответствующие голововые функции соответствующих вариантах электро. Пусть в каком-то виде будут описывать волновую функцию эволентного электрона свободного. Да? Волновая функция свободного эволентного электрона. А откуда надо знать, какие электронные эволенты в данном кристалле? Что он определяет? Какие электронные данные кристаллы? То, что мы знаем, какие химические элементы вообще входят в нашу симпатику. Значит, того, что нам надо знать, нам надо знать что мы определяем химический состав, да? Ну, состав. Кристалл, да? Эти вещи, на самом деле, мы их как бы можем определить, но на самом деле они связаны. С этим составом определяет фактически заряд иона, да? Заряд иона — это у нас потенциал, да? который там расположен в кристаллической решетке как. С другой стороны, он определяет химический состав, тип варентных электронов. П-электроны, С-электроны, Д-электроны. И тогда, сколько их будет предоставлена химическую связь с данным ионом, данным кристалле, формула которого можно химически очень сложить. Ну, вот эти две вещи, потому что они так пересекаются достаточно сильно, и они нам практически полностью всю задачку определяют. И нам полностью всю задачку определяется. В этом смысле очень часто люди говорят, что это расчет из первых принципов. Так, давайте так пишем, расчет. Расчет из первых принципов. Поставим коронечники. С одной стороны, вроде все красиво, мы получили, зная только хим-сустав и кристаллическую структуру, мы как бы с вами получаем полную зубную картину, все дисперсии, все электроны в данном кристалле. На самом деле, по дороге пока это делается, такое количество приближений делается, такое количество физических приближений. Потом еще лучше всяких технических моментов, но главное для нас это физические приближения. Технические, в конце концов, можно как-то пытаться решить и улучшить новые алгоритмы, новые численные схемы, мощный компьютер и так далее. Ну, принципиально, то есть там возникает куча физических ограничений, в частности, связанных, как минимум, с закрепленными коленцами и так далее, которые точно просто неизвестны. Не то, что посчитать нельзя. Непонятно, что делать. В этом смысле, это такой хорошо расположенный бренд, который четко продается. Вы, современный, должны понимать, что вы свои результаты должны подать. Если ваши результаты от резонной расчеты, вы будете писать, что вы не просто сделали резонные расчеты, это сделали сделали. А если у него у вас первопринципные, то тут сразу, значит, важный момент. Это сейчас, как маккейтинговый ход. Ну, такой маккейтинговый ход у него ветровочку. Ну и так далее. Вот. И важно здесь к этому относиться без фанатизма. То есть там, на самом деле, даже не второпринципные, а тысячи первопринципные. Связано это с тем, что мировые константы, как то, заряд электрона, протона, постоянная планка — это вообще подгоночные параметры, которые возникают в теории элементарных частиц, в чем действительно подгоночные параметры. Нету способа их посчитать. Просто их подобрали потому что, и там мир наш устроен так, как он не устроен. Понимаете? Дальше там приближение на вид потенциала, приближение на вид голововой функции, приближение на вид обменной коррекционной части взаимодействия. Ну, понятно, я просто поясняю. Но, тем не менее, в первых расчетах с первых средств побольше хорошо продаются. Но вы, как люди грамотные и адекватные, должны понимать, что надо впадать в какие-то замечательные пари. Значит, итак, и вот. Но, тем не менее, нам все равно надо знать гиперистолическую структуру и... Давайте, что мы понимаем... Следующий параграф... Я не знаю, давайте вам надевать следующий параграф... Передойдем к домашним заданиям, потому что он... Развивает больше... Элюминия у людей... Чем... Чем пользы... Давайте так... Запишите себе домашнее задание... Домашнее задание достаточно хвосткое... Есть такая медведичка... Штухометов... Атомная физика, да... Она у вас на кафедре, и вам по ней, наверное, почитают... У нее есть такой параграф... Иллюстрация вывода... Стационарного уровня жрения... Где показывается некая аналогия между... Воловым уравнением... Теория сплошных свет... Да... Механики сплошных свет... И... Уравнением жрения... У него... Уравнение... Это у вас что такое... Тра производная... От некой функции... Ну, или от плотности, фактически... Да... По времени... Уравняется... Минус... Там... Скорость в квадрате... Тра производная... По координате... От той же области... Ну, то есть... Это уравнение, которое... Прописывает звуковую волну... Которая... Вот... Общается с вами сейчас... Да... И... Сюда подставить плоскую волну... Вместо звуковой волны... Получить ее... Стационарного уровня жрения... Но... Как любой закон природы... Он... Никуда не выводится... Ну... Уравнение Шеннигера... Никуда не выводится... Так сказать... Ну... Закон природы... Так сказать... Как углубление Ньютона... В свое время... Я в целом... Исследователь... Просто... Просто... Закон природы... Вот... А... Предполагается... Что... На самом деле... На данный момент... Это достаточно... Новые разработки... Ну... Там... Что-то... Десять... От силы... Есть... И нестационарные... Варианты зонных расчетов... Это... Называемое... Зависящее... От времени... Теория функционала... Клотности... Это... Ну... Просто... Я вам так скажу... Для полноты... Значит... Где это... Где это нужно... Да... Это нужно... То есть... Оказывается... Есть там... Всевозможные эффекты... Связанные с тем... Что... Та же... Легеновская... Спинтероскопия... То есть... Вы... Загубаховый... Кран... Квант... Кристал... Да... Там... Электрон вылетел... Образуется... Значит... Дырка... Соответственно... Избыточный... Как бы... Заряд... Вот... Дырка... Значит... Сжимаются... Значит... Дырки... Потом... Разжимаются... Происходит... Там... Движение... Прямо... Что... Ну... Там... На... Уровни... Там... Есть минус... Двенадцатая... Там... Есть минус... Двенадцатая... Секунда... Ну... И... С точки зрения... Как бы... Ну... Ну... Вот... Сейчас... Люди... Пытаются... Разобраться... Именно... С кинетикой... Таких вот... Сложных... Процессов... Что там происходит... Или... Лазер... Возбуждает... Возбуждает... И... Что там происходит... То есть... Пытаются... Добраться... До... Вот... Этих... Вот... По кинетике... Очень быстро... Ну... Кинетических... Процессов... Таких... Процессов... Мы с вами будем говорить... Только... Процессов... Вот... Посмотрите... Просто... Этот вывод... Так... Сказать... Еще один момент... Значит... Значит... В конечном итоге... Тациональное уровень... Шрибингера... Да... Давайте... Не берем там... Параграф 6... Да... Шрибингер... Стационарного уровнями... Шрибингер... Да... То есть... Ну... 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 Означим... Если мы пишем... Параграф... Параграф... Да... А... 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 Вид уравнения такой... Саш... Параграф... А... А... Два... Вопрос. Как будет выглядеть? Откуда делится вот эта вот DQTR? И вообще как она? Как я обычно подписываю? Лопасян? Ну да, лопасян. И он не пишет лопасяном, он пишет как нам в квадрате почему-то. Иногда пишет лопасян, но в 90% случаев пишет нам в квадрате. Значит, откуда он берется? Правильно? Не знаю. А? Конечно. Оператор импульса просто. Ну правильно. То есть это представление оператора импульса к координатам к ставлете. Оператор импульса к координатам к ставлете. Это важно здесь упомянуть, поэтому у меня здесь это упоминает. Участник предмашки такой маленькой совместерния. Посмотрите, разбиралась только в отличинении наших квадратных мероприятий. Что, какие идей были, не какая-то самая-то разная. Возвращаемся к обозначению социального объединения шевелинга. Возвращаемся к обозначению социального объединения шевелина. Возвращаемся к обозначению социального объединения шевелинга. 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 А то, что она с выделяющимися переменами, как говорится, это можно пытаться. А если имеется в виду некий такой физический вопрос? Вопрос физический, в смысле? По сторонам. Правильно. Ну, в конечном итоге это свидетельствует о той экспоненте, да? Если основа, то и радиоды просто получим, как сам. Ну, как математика? Математика, конечно. Математика, конечно, она такая пряморидейная в каком-то смысле. Мне это было важно, чтобы в этом вы сказали, что, собственно, получается, что у свободного электрона, собственно, функция, да? Либо балакнуть, собственно, эту атубовскую волну. Да? Да. Ну, перевести, что я вам могу, как раз, их наши, Пси, там, так, там. Поставят, это есть, ну, условно, некая константа, да? Дверьте, будет капля. Я вам оставляю эту, так сказать, плоскую волну, ну, уравнение, да? Ну, и получите, что у вас 2 от К. Это будет А в квадрат, А в квадрат. Нормально. Ну, и ту же самую половину. О которой мы уже говорили. Ну, только с другой стороны, так сказать, заходим. Заходим с другой стороны. Задача состоит в следующем. То есть, что у нас... Ну, что значит это вот? Пси-кария, да? То есть, это у нас то, что выписывается в следующем образом. Значит, у нас, значит, оператор координаты, да? Оператор линкуса, да? То есть, у нас представление получается то, что, по-моему, у нас там была функция, вынтюсом, значит, вынтюсом представления, да? Вынтюсом координат. Да? Вынтюсом координат. Вынтюсом координат. Ну, мы с вами договорились, что это у вас некая, там, обновочная константа не есть. Никакая. Никакая. Ну, удачка такая. Яки-а. 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 В примерном случае. Единственное, что вам надо будет попользоваться неким представлением только функции. Ну, в общем, и просто какое задание. Так, ну давайте еще перейдем, где он, и перейдем уже. Так, ну давайте посмотрим. Программ первый. Плоский ротатор. Плоский ротатор. Да. Да. Частицы локализованы в плоскости, то есть окружность. То есть это движение частицы по некой окружности, оно не было организовано. Движение частицы по окружности не положено. А разница стоят, да? Причем разница стоят. Движение. Движение такая, что мы опять начинаем с обвинения шеретники. Программ первый. Вопрос по-сому. В каком виде выбираем? Вот здесь я, да? Ну, пусть она выбирается в сулической постели. В календрической системе кардиналки. У нас пассион в квадрате. У нас пассион в квадрате. У меня в квадрате. вот это. so. there valdr. и there valdr. Значит, ну у нас разница константа. и θ равняется с минусатта. значит, таким образом у нас сегодня остается Добро пожаловать следующее. Ну, такая совершенно премобиленная выкладка. Видишь, здесь останавливается. Знаешь, интересный момент, да? Который может включаться в чём-то. Волновая функция наша, хи, фактически у нас является функцией только хи. Да, такой задачей. А, у нас два. В периодической, относительной обороны. Повернуться на полную прорость, мы должны изменять. Отсюда возникает очень интересное свойство. А, так. Ну, а функция, ну, включение, я превышусь. Исходя просто из того, что у нас периодическая конкурентость есть, понятно, что аргумент, это экспоненты, да, вот этот умножитель, точнее, я не знаю, какого-то, я не знаю, какого-то, я не знаю, где-то часть экспоненты, включая R, то есть всё, что стоит в величине, оно должно быть просто числом целом. Тогда у вас будет поворот как раз на 2. Отсюда возникает масса, то, что обычно называют R, что вы не путали с массой, это вот. Переодозначение 2mz на h на 4мz. Так, и эта штука у вас была на 0, плюс минус 1, плюс минус 2, плюс минус 5. Как мы с точки зрения физики это поинтерпретируем? Укладывай что-то. Да, квантовое число возникает. Второй момент важный, который здесь хотел отметить, что квантуется здесь энергия, да, то есть больше ничего другого здесь нет. Получается, что у вас единственное движение, так сказать, у кримичной области, оно порождает дискретный спектр. То есть энергия вашей системы, да, полная энергия системы, это имеет массу h квадратного варианта. Такое движение, так сказать, дискретный спектр, это волноватся. Это, как бы, ты не с точки зрения, это есть просто, что я могу сказать, два пи, естественно, и в первую очередь. Как бы, как бы, как бы, в первую очередь. Как бы, как бы, в первую очередь? Да, это я с чертой, это есть магнитная, да, магнитная квантовая система. Для нас это важно, потому что, как правило, все волновые функции, базисные, все базисные функции, они характеризуются именно набором квантовых чисел, обитального движения, главного, спинового, значит, естественно, один восьмидесят парфонагра, пространственная ротация, да? Пространственная ротация. Что такое пространственная ротация? Не тот самый, только в трех миллионах. Ну, правильно. По сути, у нас движение, значит, нашей частицы, но по сфере, да? Движение нашей частицы по сфере, там, угла фиксированного разницы. Да, то есть, таким образом, у нас с вами добавится вот эта компонента, и сюда вот, которая вылетела у нас, да? А, и стол пластиана. Ну, и мы с вами опять наше положение, что вы размножаете, а потом пластиана, это ищи. Вот, 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 вот это ищи. Так. Разделяем. Представляем, мы в новую очередь функцию в виде произведения. Т. В общем, вот это функция фи. Ну, давайте даже шаг, да? Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok 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 соответствующих минус единицы единицы на вторая на вторая вопси 1,1 минус вопси 1, минус 1 это получается то, что называется y, 1, 1 и ее называют еще пропорциональны y пропорциональны в основе, естественно, есть там ничка на половине вопси вопси 1, минус 1 вопси 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 синейические гармоники. Значит, синейические гармоники хорошо работают, когда m, магнитное квантовое число, не является хорошим квантовым числом. В данном случае мы взяли с вами и насмешали разные магнитно-квантовые числа и получили в нем просто то, что нам удобно. На самом деле он называется y1-1 и y1-1, но это не то магнитное квантовое число, о котором мы говорим. А хорошим магнитным квантовым числом m станет, ну что значит плохое и хорошее? Плохое, то есть хорошее, это то, которое нумерует вам ваше состояние. В данном контексте m ничего не нумерует. Нумерует некоторая, ну есть просто некая нумерация, но она такая, искусственная в таком смысле. А вот m действительно нумерует, да, т.е. 0 и 1. Вот хороший квантовый число. Когда эо становится хорошим квантовым числом? Есть какие-нибудь изображения? Оно становится хорошим квантовым числом, например, при джете спину орбитального взаимодействия. Например, при джете спину орбитального взаимодействия. Тогда у вас возникает, или при наличии внешнего вауника ухода. Ну, в общем, практически это то же самое. В каком смысле. С точки зрения математики это практически то же самое. То есть у вас, если у нас уходит, то есть какая-то воздействие. Тогда m действительно вам будет нумеровать. В смысле, тогда при наличии спину орбитального взаимодействия будут функции с разным m и будут действительно разные. А здесь у вас деколинейная комбинация, и вы, в общем, никак не отражаете, какая из них настоящая m. Хотя здесь есть эти индексы, но это не то m. И там говорят о настоящих гормониках полноценных. В чём прелесть именно вот этих вот физических гормоников? Как я называю там? Кубические, кубические. Или вещественные, да. Вещественные. Вещественные сферические гормоники. А что те тоже будут сферические гормониками, как у них вещественные. То есть это вещественные сферические гормоники. В чём прелесть? Оказывается, когда вам придётся сдать соответствующие маточные элементы вашего гаммитетрианиата, вам придется считать некие интегралы, когда явного вида этого оператора зажаты между угловыми фунцами. Это оказывается, что интегралы по радиальной части сложны, а по угловой части они берутся. То есть идеальную часть вам придется считать численно, а угловая берется аналитически, особенно просто в этих рамках вещественных системах, понимаете, да, о чем это происходит? Это просто, ну, пока, ну, дальше там возникает эта, крепче говоря, данная, так сказать, математика зубопробительная, но, тем не менее, там все четко, сложение углового момента и все закончилось. И компьютеру не надо напрягать там свой бедный процессор в обычный раз. Значит, обычно в программах состояние наберутся как раз следующим образом. То есть у вас S-состояние первое идет, потом идет Px, Pz и Pz. И именно потому, что, видите, здесь ноль, с минусом к единицам 10 единицам. Ну, то есть, когда программа будет, будьте реально когда-то пользоваться, да, там отлично состояние, ну, упорядоченное. Там С-состояние имеет некую размерность, сразу будет размерность в базис. В базис, как мы говорили, исходит только валентное состояние, да. Ну, эти валентные состояния для каждого конкретного атома, они упорядочены, поскольку он лучше. Ну, для D орбиталия, соответственно, отбудет от минус 2 к такому в базису, и у меня в базис. Значит, геометрическая форма. Давайте с вами посмотрим. Достаточно. Так, здесь она простая. Значит, это просто гантелька, выкинутая вдоль соответствующей. Это просто гантелька, выкинутая вдоль соответствующей оси. То есть, если у нас, почему не удобно их пропорциональному Z, пропорциональному Y, пропорциональному X, то с другой стороны, она просто выкинутая вдоль запасти Z, да. Смотрим, сибириал. Значит, это у нас будет Z, да. Значит, это гантельский у нас будет, да. То есть, если мы можем перейти. То есть, если я увидел нас. Если я увидел эту неделю, то есть ли мы, Это только угловая часть, а есть радиальная, которая достаточно там, что-то там не сидит. В этом смысле я очень рекомендую вам найти в интернете, вот на гугле, так выберите, Arbiton. Это какой-то английский Великобританский университет, там кто-то, значит, задался этой целью, и они нарисовали все эти орбитали, включая радиальное распределение, включая изменения фазы, включая там карту на дальних точек. Сделали это все для SPDF, GH и так далее, все можно посмотреть. Сделали это для гибридных состояний, там SP3, SSD гибриды, SP3 гибриды и так далее. В общем, очень интересно и очень наглядно. Все это можно покрутить мышкой, подвидеть там уровень энергии, посмотреть все там решения, соответствующие уровня решения, ну и там адекватный очень комментарий. Ну то есть такая очень приятная игрушка. Да, значит, естественно, наша передачка. Давайте посмотрим еще. Давайте посмотрим. И еще D-состояние. Д-состояние я не буду расписывать вкратце. Д-состояние. Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Дальше идет X квадрат Добавил DimaTorzok 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 Да, вот до тех пор, пока стал достаточно высокой симметрией, вот эти вот сферические гармоники, их называют иногда, ну, то есть для типической симметрии самой высокой, они абсолютно пригодны в эксплуатацию, которую можно называть типическими гармониками, так, а при понижении симметрии, как бы уже, ну, как бы, правомощно применяют такую классификацию, там детали проискажаются, они входят в такой симметричной, в такой красивой форме, тем не менее, как выясняется, большинство кристаллов, оно достаточно высокой симметрии, тертаромическая и мыши, ну, к этому еще не вернется, поэтому это очень такой удобный язык, то есть вы берете атомы соседние, рисовали, например, склонентные, надо сказать, ваши орбитали, посмотрели, какие пучности, как они на кого направлены, с какими знаками сошлись фазы, и уже из этого можно прикинуть вид дисперсии. Как это сделать, мы посмотрим тоже, именно сюда, то есть это как бы, ну, вроде такие картинки детские, но тем не менее, они сегодня проводят напрямую в виду дисперсии в как пространстве, в зависимости энергии, соответствующие состояния в как пространстве. Это мы посмотрим сами, что вам домашнее задание построить, построить, не знаю, в тематике, в тематике, в тематике, ну, кто в чем-то. Это мы, знаете, эти сферические ограбоники для этого состояния, то есть вот, вещественные сферические ограбоники для этого состояния. Вот, в принципе, там, понятное дело, что можно там набуглить это все дело, понятное дело, что можно это все найти, но просто не в этом, понимаете, вообще, все, что вы приходили в институте, можно найти. Вопрос заключается в том, что это вы должны сделать, посмотреть на тебя, мы будем знать, как это делается, понимаете. Да, это возвращается в какую-то разумную. Ваше знание превращается, скажем так. Размер 4. Что мы с вами спрашиваем. Продолжение следует... 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 заставить мы с вами получаем 1 желудок 2,4,5,5 2,5,5,5 единственное такое достаточно обращение в том, что у нас плотность уровня энергии она растет 2,5 вот 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 соответственно Е1 это М2 на 2 H это будет 1 это 1 13,6 В в свою очередь это это 11,6,4,9 это важно во-первых мы получили с вами естественный естественный масштаб длины энергии мы сами получили естественный масштаб и мы сами получили естественный масштаб энергии так Е1 это энергия реализации атомного и энергия реализации состояния атомного до ну тут вот тот забавный факт то есть 1 вольт там 10,5 вольт 10,5 кельн да ну или 1 там кельн это 10,5 вольт как вы знаете наша температура тела 36,6 поддерживается с точностью 10 минус 6 кельн нашими естественными биологическими процессами что очень-очень эпоха точность понятно да так и здесь мы получаем с вами еще фантовое число да то у нас фантовое число фантовое число фантовое число нам достаточно быстро выяснилось что там самое простое решение самое-самое простое решение оно соответствует фантовое число одной из серий с центральных линий убедя уплатами на дороге причем очень хороший то есть где-то простое два победы в таком смысле ну там быстро выяснилось что там что там много чего еще ну вообще причем без этих тут положение уже кое-что аппарат в пятом аппарат в пятом на дорогу с чего начинаются все такие задачи у нас где находится атом водорода магнитом полиумет телевизор в 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 атом подорона во всех вселенных это же грабить вселенные чуваки как это нам это может Задача АТОМ ОДОРОДУ Начинаем, конечно, с ГИАТОМ Задача АТОМ ОДОРОДУ Значит, что у нас там есть? Два и ДЕ, две массовые электроны, да? И тут инкурс электронов, собственно, еще, да? Плюс физическая энергия протона, два, две массовые штуки прошел, да? Ну, давайте АТОМ не будем писать этот объем Ну, и плюс в ООНское взаимодействие, да? Возьмем так, как ООН, как электрон-протон Электрон-протон Дальше, что у нас? Это, соответственно, очень удобно Дальше, что у нас будет Одна вторая нанда квадратных Ну, выяснили, масса там, постоянной планка И по городу, она, на вторая нанда Дальше, на двух квадратах Минус Минус Ковая числа Дальше, на П-минус Здесь, для большого, это Разиф вектор протона Да? Разиф вектор протона Да? Разиф вектор протона Да? Разиф вектор протона Маменькая Разиф вектор Если вам мои вопросы кажутся простыми, значит они очень быстро отвечают, вы просто оставьте вопрос. Просто я же тоже должен понять, в каком состоянии заходитесь. Я вижу, что достаточно неплохо. Уже хорошо. Я не знаю, в первый раз люди будут понимать, что тоже надо понять. Как это все должно увидеть. Переходим в систему центра масс. Отдатное движение. Переходим в систему центра масс. Другим говоря, мы взвешиваем соответствующий радиус вектора на массы соответствующие. Переходим в систему центра масс. Скораяamp�аTop. Продолжение следует... 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 Ну, салоновая функция связывает плотность вероятности ведь? Ну, как можно говорить о размерности? Это просто как ряды и пинцы. Ну, а порядок единицы, ну, то есть... Нет, ну, форма-форма, вероятность вероятности. Но ее размерности здесь очень не значит. А, да, да, квадратный. Ну, не знаю, квадратный. Ну, не знаю, квадратный. Ну, не знаю, квадратный. Получается, какой у нас там Paris. Газы. и здесь тоже понятно УТР, УТР, полос объема, полос объема, полос объема, вот вы, от того, что вы говорите, что безразмерно, полность и вероятность ваша. А в радиальной части, как вы, есть размерность, и она же создаёт размерность всей волновой функции, потому что угловая, она безразмерная тоже. Культуры, например, тонкие. Две вещи есть такие, значит, есть Омель на 3, Омель на квадратах. Это, значит, полность и вероятность. Полность и вероятность. А4ПРОВ. Омель на квадратах. А9ПРОВ. А9ПРОВ. В 18. А9ПРОВ. Мы связываем с этим домашнее задание. Построить. Построить. Квадратия. 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 Квадратия.